Прорыв в созависимости заключается в том, чтобы переключиться с жизни своих близких и перестать проживать именно вот эту жизнь. И она становится действительно чужой жизнью, когда они погружены на самое дно, в самый пик этих проблем. И, конечно же, вот эта любовь, вот это понимание, оно дорогого стоит и является действительно прорывом, когда близкий человек, он не поворачивается спиной, но способен сказать «нет» и начать проживать свою жизнь, потому что у тебя есть своя жизнь. Я тоже видел такие свидетельства, конкретные, реальные свидетельства, когда сын наркоман приходил, который вытащил из квартиры все уже, он приходил очередной раз к себе домой, и мать перед его носом закрывала дверь и сказала «я все, что могла, сделала». Она рассказала ему о Боге, она продолжала, конечно же, молиться за Него, но она ему говорила «послушай, тебе нужен Бог, и я не открою тебе эту дверь, потому что у меня есть семья, у меня есть другие дети». И вот подобные поступки. И вот этот человек, которому было закрыто как будто все, некуда идти, зима на улице, он идет в какой-то подвал, и действительно ему становится настолько плохо, когда он понимает вот в какой-то в эти минуты, секунды прозрения, что родная мать отрекается, но на самом деле она не отрекается, вот о чем вот вы говорили сейчас. И он в этом подвале встает на колени, он взывает к Богу и получает прямо там освобождение, освобождение вот от этой зависимости. И таких свидетельств на самом деле очень много, когда мы понимаем корень, суть в том, что «послушай, когда приходит беда в дом, жизнь не останавливается, других людей, не останавливается жизнь твоя лично, ты должен проживать свое призвание, свою жизнь, молиться за своих близких и идти дальше». И, конечно, это не так, наверное, просто, но это реально, это происходит. Поэтому я благословляю каждого сейчас, который находится вот в подобных вызовах, в подобных проблемах во имя Иисуса Христа. Я, знаете, сейчас даже вспоминаю, что вот слово так четко подтверждает этот момент. Помните, когда Давид приходит и стоит вот этот стан филистимлян, и выходит этот Голиаф, и начинает, написано, поносить вот это воинство Божье. И приходит этот мальчик, приходит Давид, и он видит этого Голиафа, он видит эту проблему, он видит этот вызов, но вместе с этим он что слышит? Он слышит о том, что там идет речь о какой-то награде. Царь говорит, люди говорят, кто победит вот эту проблему, тому полцарства, жену, и он фокусируется на этом. Ему было удивительно, что Божье, Божье войско стоит вот перед этой проблемой, вот в этом страхе, в этом вот, вот в то, что они погрузились в это. Но он был сфокусирован на чем? Не на том, что там, сколько метров, и какое вооружение, и что на самом деле. И он фокусируется, а постой, постой, он говорит там еще, переспрашивает, что, что дадут мне, что... Повторите, повторите больше. Да, повторите, повторите, интересно. И на самом деле это серьезный момент, это тогда, когда мы подключены не в погружение вот в эту проблему, от проблемы невозможно оттолкнуться. И когда ты попадаешь в проблему, ты еще начинаешь, если ты фокусируешься, ты начинаешь бороться. Это вот сейчас вот как раз тем людям, которые находятся в зависимости. Вопрос не в том, чтобы победить этот грех, а вопрос в том, чтобы повернуться лицом к Богу, принять его в свое сердце. А люди, они погружаются, они думают, вот нужно еще вот это сделать, еще нужно вот столько помолиться, столько нужно попаститься. Но ничего не происходит, к сожалению, таким путем. Нам нужен Бог во имя Иисуса Христа. Я бы сейчас хотел помолиться именно за тех людей или призвать тех людей. Может быть, ты еще не призывал Иисуса Христа в свое сердце. Потому что наше покаяние, наше признание Иисуса Христа своим Богом является ответом, является ответом от всех вот этих трагедий, вот каких-то болезней, каких-то зависимостей. Когда мы открываем сердце, когда мы признаем через свое покаяние, через свое признание, что Он твой Отец, что Он твой Бог. И Он не напрасно зашел на этот крест. Он зашел ради того, чтобы освободить тебя от этого проклятия, от этой болезни во имя Иисуса Христа. И ты прямо сейчас можешь положить свою руку на сердце и призвать Господа. И сказать вместе с нами сейчас вслух эти слова. Господи Отец, я прошу Тебя, я прошу Тебя сейчас, всей своей жизнью, всем своим сердцем, пожалуйста, стань моим Отцом, стань моим Богом. Я признаю пред Тобою, что я совершал массу неправильных вещей в своей жизни. Я лгал, я обманывал, я предавал. Может быть, ты совершал какие-то даже преступления в своей жизни. О Господь, Твой Отец прямо сейчас, Он прощает Тебя. Если Ты говоришь эти слова от своего сердца, Господи, прости меня. Отец, прости меня. Я верю в то, что Ты взошел на крест для того, чтобы забрать это проклятие и дать мне новую жизнь прямо сейчас. С этого момента, Господи, я хочу признать Тебя своим Господом, своим Отцом прямо сейчас. Иисус, войди в мое сердце, озари мою жизнь, забери эти болезни, забери эти проклятия прямо сейчас. Я каюсь пред Тобой. Господи, прости меня и войди в мою жизнь прямо сейчас. Я отдаю Тебя свою жизнь, я отдаю Тебя свой дом, свои дела, свое здоровье прямо сейчас. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Папа. Спасибо Тебе, Отец. Мы благословляем сейчас каждого человека, который совершил эту молитву. Мы благословляем Твоё здоровье, мы благословляем Твой дом, Твою жизнь. Пускай прямо сейчас приходит свобода и божественное здоровье в Твоё тело, в Твою жизнь и даже в Твоих детей прямо сейчас. Боже, мы призываем Твоих ангелов. Придите в духе служения и свяжите всякое давление, всякую сейчас эту духовную битву, всякую борьбу, всякий страх, всякую атаку этого давления свяжите. Ангелы, придите и свяжите всякое противостояние прямо сейчас против этого духа суицида, духа отвержения, духа смерти во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас, Дух Божий, ангелы, духи служения, придите и свяжите это давление во имя Иисуса. Господь, мы воздаем Тебе всю славу. Мы воздаем Тебе всю славу за этих людей, Господь, за этих драгоценных душ. Боже, спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Дух Святой. И с этого момента мы обещаем Тебе, Отец, мы будем, мы будем искать Твоего лица, мы будем фокусироваться на Твоем Духе, на Божий, чтобы молиться, Господь, с этого момента помоги, научи нас, научи нас, Господь. Боже, сейчас открывать Твое Слово и молиться по Твоему Слову, чтобы эта свобода, она была во всех сферах жизни, в Твоем доме, в Твоих детях, в Твоей работе, в Твоем здоровье, в Твоих финансах, во имя Иисуса. это приходит как движение, как река, которая омывает тебя. Зайди в нее прямо сейчас. Зайди, представь, что ты входишь в эту реку прямо сейчас. Делай эти шаги прямо сейчас. Каждый шаг это сфера Твоей жизни, это может быть Твое здоровье, это может быть какой-то ребенок, который сейчас ушел из дома, который сейчас находится в таком возрасте, который просто игнорирует тебя, он посылает тебя, он не признает тебя. Делай эти шаги в эту реку прямо сейчас. Почувствуй, почувствуй прямо сейчас в Духе Святом своими стопами это движение под своими ногами. Пускай это поднимается выше и выше, выше, выше стоп, выше колен. Писание, Бог прямо сейчас говорит тебе на то, что ты наступаешь, я даю тебе. Когда ты сейчас делаешь этот шаг веры, увидь своих детей, увидь свое здоровье, измененном во имя Иисуса Христа, освобожденном во имя Иисуса Христа. Когда ты видел веревку на своей шее, увидь сейчас объятие Отца на своей шее, прямо сейчас, прямо сейчас это происходит. Аминь, Господи. Ой, Господи. Аллилуйя, Господи. Ой, Господи, обними сейчас. Обними этих женщин, обними этих мужчин, обними этих детей прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Господи. Боже, покажи эти награды, как ты показал это царство Давиду тогда. Не то проклятие, не того Голиафа, не тех испуганных людей. Господи, покажи славу свою. Покажи силу свою. И, Господи, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что, Господи, в этих объятиях падают и отменяются все диагнозы. Во имя Иисуса Христа идет восстановление суставов, сосудов, восстанавливается сердце, глаза, Господь. Уходят гормональные сбои и разрушения, Господь. Исцеляется молочница. Боже, мы благодарим Тебя, что уходит пищевая, табачная, алкогольная, игровая, Господь, наркотическая, разные другие зависимости. Боже, я благодарю Тебя, что вместо плена Ты даешь свободу и любовь, исцеление от страха, от страха отверженности, от страха одиночества, от страха неспособности. И мы сейчас, драгоценные, продолжайте молиться, принимайте награду, которую вы имеете в отношениях с Иисусом Христом. Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБН. Стань настоящим проповедником Евангелия. Прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин